Привет, интернет! Минувшая зима выдалась нежным, и для последних лет выглядело очень солидно. Уже в конце месяца в местных СМИ начали появляться сообщения о прогнозах МЧС, а прогнозы эти готовили нас к паводку, и уровень воды ожидался такой же, как и в половодье восьмилетней давности, в 2013 году. А в 2016 я впервые побывал в местечке Спас-Купалище, и был впечатлен именно этим природным явлением. Здесь все очень наглядно благодаря ландшафту, и именно здесь я решил понаблюдать за таянием снега, прибавлением уровня воды в реке и немного окунуться в историю этого места, вокруг которого есть немало легенд. Конечно, я покажу вам свои фотографии 2016 года, чтобы вы также прониклись моими ожиданиями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует... И это был не максимальный уровень воды. Максимальный мы можем увидеть на фотографиях в самой купальне. И так, обо всем по порядку. Ездил в эти места я в течение месяца. Набирал воду из источника, чтобы мои поездки были еще и полезны. И сумел дождаться максимально большой воды. Помог мне в этом небольшой мониторинг соцсетей. Когда я увидел след от воды на купальне на чужих фотографиях, то понял, что уровень стал снижаться. И моя последняя поездка и мои последние материалы были пиковыми. Первые упоминания о здешней церкви датируются 20-ми годами 17-го века. В 2001 году было начато строительство монастырского комплекса вокруг старого Свято-Преображенского собора. А сам собор отреставрирован и восстановлен. Известно из летописи, что сюда приезжал на охоту и для отдыха, основатель Боголюбовского монастыря, благоверный великий князь Андрей Боголюбский. Существует такая легенда. Грозный царь Иоанн Васильевич, возвращаясь из Казанского похода, двигался по судоходным тогда рекам Войминге и Судогде и повелел поставить по берегам этих рек три деревянные храма. Все в память Преображения Господня. Так и стоят один за другим до сих пор три Спаса и три Погоста села. Спас Беседа, Спас Чамерева и Спас Купалище. По преданию, здесь в Спас Купалище тонул во время купания царь Иоанн Грозный, возвращавшийся после взятия Казани в Москву. Призвав на помощь Спасителя, царь дал обед. Иоанн, если останется жив, выстроит храм и тотчас чудесным образом был спасен. Вскоре по царскому повелению выстроили деревянный сруб храма в честь Преображения Господня и отслужили литургию с благодарственным молебном. Спас Купалище расположено возле впадения реки Судогды в старое русло реки Клязьма. Численность населения в Спас Купалище в 2010 году всего 34 женщины. Все они сестры подворья. В 2012 году Спас Преображенское подворье Боголюбовского монастыря преобразовано в Спас Преображенский женский монастырь в Спас Купалищах Владимирской епархии. Здесь, на песчаной косе, забил источник. Считается, что купание в нем избавляет от самого неизбывного человеческого греха. Какого бы вы думали? Страха смерти. Многие также просят избавить себя или кого-то из близких от пьянства. Субтитры создавал DimaTorzok В 2006 году в 500 метрах южнее подворья от старинного целебного источника были выстроены часовня и крытая купель, в которой установили кессон из нержавеющей стали, облицованный внутри белым мрамором и дубовой лестницей. У лесной дороги перед спуском в купель возведена из деревянного штакетника ограда по обе стороны от каменной арки, облицованной белым мрамором. Вверху арки помещена писанная маслом икона святого мученика Ванифатия, в честь которого по сохранившемуся народному преданию и назван источник. Субтитры создавал DimaTorzok Именно эта купальня и является одним из самых главных измерителей водной глубины разлива. Если приезжать сюда как турист, который жаждет новых фотографий и впечатлений, то в принципе на этом можно было бы и закончить рассказ, порезать видео в формат и все. Но если вы приезжаете сюда не только за водой и фотографиями, то это место наверняка понравится еще больше, как и всякая природа, когда с ней общаешься и когда ее слышишь. Именно услышать мне удалось крики павлина. Да-да, не проверяйте, я гуглил. Даже специально брал сюда более мощное звукозаписывающее устройство. Вы только послушайте эти крики. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Вот мы и добрались до самой большой воды в этом году и выглядела она вот так Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добраться до места нетрудно. Нужно двигаться по южному объезду города Владимира и свернуть по знакам с трассы к населенному пункту Мичурино. Дальше вы увидите знак поворот на Спас-Купалище и без труда доберетесь до Спас-Купалища. Преображенского монастыря Субтитры создавал DimaTorzok